Чтобы доказать силу слова, учёные проводили опыты с водой. Её разливали в несколько разных ёмкостей и наговаривали в воде фразы. Некоторые слова содержали позитивный посыл, признание в любви, молитвы, другие, наоборот, были негативными. После воду замораживали и рассматривали под микроскопом. Красивая и чёткая структура, как можно догадаться, была только у льда, слушавшего добрые слова. А так как наш организм состоит почти на 80%, где-то чуть больше, где-то чуть меньше из воды, то можете себе представить, как это влияет на нас. То есть мы вода. И вот наша вода, она ведь тоже определённым образом реагирует на всё это. Простые слова «я люблю тебя» – каждый ребёнок заслуживает их слышать каждый день и не один раз. Психологи уверены, это не только укрепляет связь родителей с малышом, но и помогает стать ему увереннее. Особенно детский организм, формирующийся организм. Слова о том, что «я тебя люблю» – это безусловное восприятие и подача того, что я нужен, что я хорош, я не зря пришёл в этот мир. Чем чаще вы признаётесь ребёнку в любви, тем быстрее происходит его социализация. Это значит, он будет расти неконфликтным человеком, ему будет проще заводить друзей, пройти собеседование, стать лидером. Любимые дети знают, на их стороне всегда есть тот, кто поддержит в трудную минуту или порадуется победам вместе. Конечно же, я люблю тебя, нужно говорить словами, нужно говорить телом, нужно говорить сердце, нужно говорить душой. И тогда такие слова однозначно будут на пользу и ребёнку, и нам с вами, взрослым. Любовство нужно уметь проявлять. Испытывая любовь, человек видит в другом преимущественно хорошие качества. Любимые дети принимают мир и людей с позитивной стороны, не ищут изъяны и не осуждают. А это помогает им сосредоточиться на добрых делах. К тому же такие ребятишки, как правило, крепче спят и видят преимущественно хорошие сны. Есть слова, стимулы, которые определённым образом воздействуют на наше сознание, ну а через сознание естественно и на состояние, в том числе и состояние здоровья человека. Я с доверием отношусь к этому направлению, я чётко знаю, что это действительно очень значимая часть науки. Транслируя ребёнку любовь, в том числе ежедневными признаниями, вы повышаете его самооценку. И неважно, освоил ли он письмо и чтение раньше остальных, или никак не может запомнить таблицу умножения на 8. Любимые дети знают, их любят такими, какие они есть. Нам иногда кажется, что ну сколько можно их повторять? Ну один раз сказал, ну два, ну дети же видят, они и так понимают, что я люблю, я же его кормлю, я ему покупаю что-то хорошее, я о нём забочусь, я же проявляю свою любовь, зачем их говорить? Даже взрослые люди иногда, особенно в семье, да, между мужчиной и женщиной, нуждаются в подкреплении, когда спрашивают, а ты меня любишь? Ребёнок безусловно в них нуждается, поэтому лишним словом о том, что я тебя люблю, однозначно они будут никогда. Психологи отмечают, родители сами пример для детей. Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где и мать, и отец по-настоящему любят друг друга. Ребёнка таких родителей видно сразу. У такого малыша мир и покой на душе, стойкое душевное здоровье, вера в добро.